Алексей Ильич, а кто такой подвижник? Вот вы говорите, сравниваете себя с заповедями. Ну вот человек сейчас открывает книгу и смотрит. Я никого не убил, я ничего не украл, жене я не изменял. Аскет? Ну всё, тогда живьём канонизировать. Я так и говорю. Я всё время держу, когда же меня живьём канонизируют? А все надо мной смеются. Только поднигните. В том-то и дело. Я, я – вот самый страшный враг. У Марка Подвижника есть замечательные слова. Всего непроизвольного, то есть то, что с нами случается, независимо от нас, причиной является наше произвольное, то, что я делаю, мыслю, желаю и так далее. И потому злейший враг человека – это он сам. Убийственно. Причиной всего является наше произвольное. Ещё раз повторяю, мы совершенно не обращаем внимания на наши мысли. А так я ничего не делаю, кажется, не убиваю, не граблю, не изменяю, как ты сказал, и так далее. Прямо, прямо в рай, прямо в рай, только ножки задирай. А что твои мысли, твои чувства, твои желания, загляни, тут и откроется. Самолюбие, самомнение, да прежде всех страстей. Ну, это и людям, которые со стороны за всем этим наблюдают, тоже надо быть осторожными. Вот они сейчас смотрят на нас, люди, и думают, какие же святые, говорят о таком высоком, великом. А что внутри-то никто не знает? Это как в древнем Патерике читал, где в обители монах был главный постник, главный молитвенник. Всё, я ухожу в пещеру. Ушёл в пещеру и ничего не может. А почему так, оказывается, всё было на гордыне? Дело в том, что эта духовная жизнь обязательно требует правильного понимания. То есть это какая деятельность? Умственная. Ума. Я умом должен иметь правильное понимание вот этих вещей, того же критерий и прочих вещей. Это крайне необходимо. Но этого недостаточно, чтобы я, понимая, уже стал тем правильным человеком, которого я понимаю. Так я могу иметь правильное понимание, но быть совершенно неправильным человеком. Вот так. Поэтому один из святых очень хорошо написал. Хотя я сам по шею в болоте, но я другим кричу – не ходите сюда, здесь болото, и погибнете. Это должен ощущать человек, который имеет правильное понимание, но при этом видит, кто он. Что он совсем не соответствует этому пониманию. Это видение, оно очень важно, потому что только при этом видении его молитва будет правильной, его отношение к людям будет постоянно корректироваться в этом правильном направлении. Вот. Только при этом условии. Так что две стороны. Одно дело – умственное, другое дело – реальная деятельность его жизни. Вот так. Поэтому можно всё и понимать, и быть прямо на коленях, сидеть у самого сатаны. С правильным пониманием. Алексей Ильич, вы сказали, со ссылками на святых отцов, что свои грехи нужно видеть, как песок морской, что они везде вокруг тебя. А что же с ними делать-то, вот, и с этим всем песком, который вокруг? Ну, к этому, во-первых, надо прийти, потому что, если человек при неверной жизни ему вдруг откроется, то он с ума сойдёт от отчаяния и верёвку на шею, наверное. Вот так. Это путь постепенный же. И Пётр Тамаскин просто называет некие критерии, что при правильной жизни постепенно открывается, употреблю славянские слова, зрение греха своего. До этого мы не видим. Мы видим самые крупные вещи, как близорукий человек. Близорукий. Он что, видит, да, и говорит, кто это там, дерево ли человек? Да. Вот в чём дело-то. А постепенно, когда зрение начинает очищаться, то он начинает видеть, оказывается, что у него и в мыслях, и в желаниях, и в чувствах. Главное – это душевное состояние. Но плоть должна помогать, а не мешать этому душевному состоянию. Насколько это можно? К сожалению, сейчас мы настолько стали уже святыми, что нам уже подвиги, да, уже недоступны. Ничего не можем. Пройди по улице, ну, пару минут, да, опуси глаза в землю. Ну, не смотри по сторонам. Ну, хотя бы, да, постарайся. А если пять минут? О, нет, это уже невозможно, да. Как же это такое? Ну, я не хочу приводить примеров. Понятно, о чём идёт речь. Увы, какая-то сплошная расслабленность души. Поэтому отцы говорят, но что они при этом прибавляют-то? Последние люди будут спасаться не подвигами, их у них не будет из-за гордыни, а терпением и благодарением Бога за те скорби, которые будут, естественно, постигать их. Скорби. О! Вот, оказывается, правильные отношения. Потому что правильные отношения к скорбям – это какое? Достойное по делам моим получаю. А когда я начинаю кричать и искать виноватых, то это первый признак моей, ну, полной слепоты. Вот так. Про скорби мы сейчас отдельно поговорим. А вот тему с грехами и аскетикой. Я понял, что это должно время пройти, чтобы человек увидел, что вокруг него столько грехов, как… Не вокруг него, а в нём. И в нём… Ох, ну, сам как… Вокруг-то я вижу у всех людей, Господи, да я вам пересчитаю миллион. Только во мне их нет. То есть, как мешок с песком, что ли? В себе увидеть множество грехов. Вот в чём дело. Где? В своём уме, в своих мыслях, в своём сердце, в своих желаниях, в своих поступках, в своих делах. Во мне всё. А как их вытаскивать оттуда, этот песок? Вот это даже валуны, большие камни. А, как вытаскивать? Ну, во-первых, надо к этому прийти. А прийти, говорят, начало именно такое. Да. Надо вот, увидел, сделал что-то, что-то нехорошо, но покайся. И речь от меня о покаянии, чтобы бежать к священнику. И говорят, ой, батюшка. Я иногда наблюдал комичную картину. Женщина исповедуется. Всё. Разрешился. Вдруг она бежит. Ой, батюшка, я забыла сказать ещё вот это. Да. Да. Забыла сказать. Это детское такое отношение. Перед Богом надо каяться. Господи, прости меня, опять соврал. То есть, надо всё-таки уходить некоторое внимание к своим состояниям и искреннее покаяние. Вот в чём дело. Потому что это покаяние, оно помогает мне, помогает мне бороться со всем тем, что возникает в моей душе, в моём уме. Вот начало пути. Но это необходимо. Я уж не говорю о том, что очень помогает исповедь, конечно, причащение при правильном отношении к нему очень тоже помогает. Очень. Всё это необходимо. Ну и правильный образ жизни, насколько это способен человеку. Мы не знаем тайников души каждого человека. Почему из-за великих грешников получаются великие праведники? По рождению человек, конечно, получает разные силы. Но отношение к этим талантам всё зависит от человека. Нашим критерием правильной жизни являются заповеди. Алексей Ильич, когда мы говорим про духовную жизнь, вот человек может разгореться и там всё, оставляю семью, жену и иду в монастырь, вот читаю псалтирь, у меня там какое-то своё домашнее монашество. Или наоборот, он вообще холоден ко всему и, ну, как бы вот, отношусь к этому по-либеральному. Пост не обязателен, главное, не есть людей. Как определять свою меру? Вот вы говорите, главное, рассудительность. Помогите рассудить? Чтобы рассудить, надо знать конкретного человека, в каких условиях он живёт. Ну, обычный семейный, как сейчас. Обычный. Нет ни одного человека, который бы не отличался от другого. И все эти обычности, они у каждого человека разные. И разные интересы, разные вкусы, разные стремления, разные желания, разные мысли, Господи Боже мой. Ну, и всё другое. Чужая душа потёмки. Так народ и сказал. Поэтому, для того, чтобы решить этот вопрос, нужно, конечно, этому человеку всё-таки познакомиться с учением тех мудрых, разумных людей, которые уже занимались этим вопросом. Вот я постоянно рекомендую сочинение Игнатия Бринчанинова. Письма Игумена Никона, письма Иоанна Валаамского. Они же просто великолепны. Как раз показывает именно современному человеку, что нужно делать для того, чтобы вести правильную духовную жизнь. Но ведь человек может тонуть. Ну, это вот про каждого из нас. Он не просто там по ноздри в болоте, а уже там в макушке не видно, и он проблемы даже в этом не видит. Ну, вот каждый из нас через это проходил. Всё, ты уже в болоте. А даже вот кажется, что всё нормально, естественная среда обитания. Почему одному открывается, другому нет? Или как всё это происходит, когда человек прозревает, что мы вообще-то живём в каком-то ужасе, в аду, уже здесь? Здесь невозможно никак дать ответы. Невозможно. мы не знаем тайников души каждого человека. В какой степени? Вот, например, он борется с своей бессовестностью. Ну, тебе запросто, слукавил, ну и что, ну, слукавил, подожди, соврал-то. Или повёл себя не так. И даже внимания не обращает. А другой, может, обращает. Христос сказал, Иго, моё благо, и бремя легко. Но мы не боремся вот с тем, что возникает в нас дурного. Поэтому сказать это очень трудно. Трудно. Как происходит это в душе каждого человека. Мы не знаем, почему правый разбойник, распитый от Христа, именно так повёл себя, а левый, наоборот. Почему Пётр каялся и плакал, а Иуда удавился. Тайники души человека. Можно говорить только о конкретном человеке. И опять трудно со стороны. Это невозможно. Не знаю, тайна. Тогда ещё про одну тайну. Почему из великих грешников получаются великие праведники? Ну вот, как пример, это Мария Египетская, которая даже денег за блуд не брала с моряками, а уходит в пустыню. И вот помолись, и она поднимается. Благоразумный разбойник. Первым входят в рай. Это первое такое покоение. А если даже у нас брать князь Владимир, там же целый гарем был, а потом говорит, я меча не возьму, чтобы преступнику голову рубить. Вот почему так? На самое дно надо опуститься, чтобы так высоко подняться? Нет, не думаю, что обязательно надо опуститься. Это мы сейчас тогда начнём опускаться. Только придумай такую вещь. А они же есть? С ними так произошло. По тем духовным законам, которые отчасти духовным законам открыты, но по-разному человек реагирует на них. Вот у них произошло это в результате опускания. У других это происходит в результате возношения. То же самое, когда человек раскаивается. Мы не знаем этих тайн. Опять мы касаемся тайны. Не знаем. То есть это талант получается? По рождению человек, конечно, получает разные силы. По рождению уже. Это верно. Но отношение к этим талантам, как ты сказал уже, всё зависит от человека. То ты получивший, который пять талантов может возгордиться, зарыть в землю. Может и один. Мы говорим уже о тайнах, которые для нас лично не имеют никакого значения. Мы знаем, что надо делать. Знаем. Знаем. Что надо делать? Что мы знаем? Что нам известно? Нашим критерием правильной жизни являются заповеди. Даже скажу больше. Скажу, а что больше? Даже не церковные установления сами по себе, а заповеди. Глубокую, страшную ошибку совершают люди, которые канонные, установленные людьми, ставят выше заповедей. Во-первых, заповеди. Во-вторых, канонные. Христос не осудил, а оправдал даже учеников, которые совершили страшный грех, в субботу, в субботу работали. Что работать? Даже колосья тереться. Вот именно. Колосья растирали. Подумайте. И у нас это есть тенденция такая. Что вы? Самое главное – это заповеди. И любовь к человеку, кстати, она важнее всего на свете. В пятницу как? На свадьбе можно ездить? Скоронно или нет? Вот мы сидим, преподаватели, и вот задают из зала. Один говорит – нет, всё, в пятницу нужен пост. Другой стоит и говорит – нет, доколе жених с вами, никакого поста не должно быть. Это исключительное событие. Разве можно о каком посте говорить? Ну что вы? Нельзя. Сколько будет злобы, сколько обидится. Да, доколе с вами жених, вы что? То есть, что такое жених в данном случае? Это может быть каким-то обстоятельством, серьёзное обстоятельство, при котором – при чём тут пост? Что вы? Вы что, хотите омрачить там какой-то даже праздник, ещё что-то? Ну, да. Правила должны быть подчинены заповеди. Но во всём, превыше всего, выше всех добродетелей является рассуждение. Вот здесь, Алексей Ильич, тонкий момент, потому что я сейчас рассуждаю так, что уйду очень далеко. Я скажу, и вот это вот тебе в лоб от моей любви, и вот это роль духовника. Как его найти? Увидит человек, лукавит или нет. Нет, ну как найти духовника? Я от того, что, ну, духовника найти, это я не знаю. И как он должен помогать? Ну, как, аскетики же одному не пройти, вот этот весь путь, о котором мы говорим. Да. Найти духовника – ой, это очень сложная вещь. Главное, чтобы духовник, во-первых, не мнил о себе, не приказывал, надо избегать, которых приказывает, надо убегать от такого человека, да, который мнит о себе, да, да избавит Бог. Да. Духовник – это тот человек, который насыщается святыми отцами, учит святых отцов, читает их в своей проповеди не от себя просто говорит, а цитирует, повторяет мысли святых отцов. Это очень важно. И который, насколько это можно, так сказать, ну, не видит себя выше, выше тех, которые к ним приходят. Избави Бога. Когда я вижу себя выше, знай, что ты уже не только ниже, а ты не можешь, не имеешь права даже и говорить ему. Вот так. Это внутри, внутри. Самое страшное – это самомнение. С чего начинать аскетику, если у тебя дома жена, ребенок? Семейная жизнь – это является самым лучшим условием для спасения верующих человек. Нет другого пути, кроме наблюдения за собой и покаяния. Ну, кто-то же должен хоть тебя контролировать. Чуть-чуть. Нет, очень хорошо, если найдешь такого человека, который тебе поможет сказать, и что почитать, и как относиться на основании святых отцов, не моего мнения, а святые отцы, что говорят. Вот. В общем, тот, кто читает святые отцы, живет ими. Вот это очень. Это вот, мне кажется, чрезвычайно важно. И, конечно, был бы, совершенно ощущался, что этот человек не гордец, не начальник, не мнит о себе, я не знаю, кем только. Как только видишь это, то, увы, пользы не получишь. Заразишься даже самомнением. Можно же, потому что самое страшное это самомнение. Кстати, а вот если бы обнаружил в себе? Ой, не дай бог, ты что, не-не-не, ты сразу скажешь, я, нет, я лучше. Это не я. Я лучше. Это там. Да. А если серьезно, как, гвоздодерам, чем вы посоветуете? Самомнением только что. Надо бороться своими. Мыслями. Кается. Надо искренне кается. Понимаете, мы забываем о том, что надо искренне каяться. Вот я вижу, что я себя, ну, вижу себя, но я все-таки, не хуже я другим. Да, ну, покайся. Я же знаю, что это уже грех. Причем, что такое грех? Рана, которую я себе наношу. Я калечу себя же этой мыслью. Грех – это калечение себя. Поэтому надо просто каяться. Потому что покаяние очищает, исцеляет раны. А если не буду каяться, то так и будет продолжаться. Нет другого пути, кроме наблюдения за собой и действительно покаяния. Мне же никто не мешает всем, мне никто не видит, что я в душе. Никто не видит. Когда я себе могу сказать, Господи, прости мне, надо же это, соязвил вот опять я человека, ну, на тебя. Уколол его. Ну, прости меня, Господи. И никто этой, не видит этой духовной стороны. Но она должна быть в поле внимания самого человека. Тогда можем что-то сделать. Алексей Ильич, ну, вот эту часть разговора давайте тоже подытожим. Я же вдохновился, вас слушал. Вот если бы там жена с дочкой за углом не ждали, я бы сейчас в пещеру после ваших слов ушел. Ты бы пошел, да ни за что не поверю. Алексей Ильич, с чего начинать аскетику, если у тебя дома жена, ребенок или наоборот, муж и еще ребенок? Ну, ты находишься просто в замечательных условиях. Я считаю, что семейная жизнь, семейная жизнь, это является самым, самым лучшим условием для спасения верующих человек. Это те пустыни, когда родственники приехали, дикие животные. Лучше, лучше всякой пустыни, лучше всякого, простите меня, монастыря. Почему? А потому, что в семье муж и жена могут открыто сказать друг другу о тех его грехах, о которых никто другое не скажет. Ну, из-за соображения просто, ну, этикета, что ли, этики, да, прочее. Всегда укажут тебе страсти. И потом ты видишь свои ленности, свой эгоизм, да, и прочие всякие вещи. Ну, что вы? Это Иларион Троицкий, например, говорил, да, об этом прямо. А, и Иоанн Крестьянкин, он говорил, что нет-нет, семейная жизнь, это гораздо, гораздо лучше, конечно, школа, чем монастырь. В монастыре там всё как идёт, и всё так и идёт. Да, ну, если можно относиться к этому, да ещё и думать о себе, что я монах, ну, это вообще-то там уже катастрофы. А в семье нет, только нос задели, тебя тут же жена даст по носу, а ты жене дашь. Вот так. Мысленно, мысленно, я говорю. Да, не кулаком, конечно. Продолжение следует...